Продолжение следует... Продолжение следует... Особенно тех, кто храпит ночью. Сколько воды пить утром и какая должна быть вода? Правильный ответ зависит от того, как начинается ваш день. Если от момента пробуждения до ухода на работу у вас больше одного часа, тогда утром на тачак вы можете выпить 200-250 мл простой воды. Чтобы улучшить очищение кишечника, крови и подготовить желудок к завтраку, в прохладном виде, примерно 20 градусов. Минут через 30-40 может быть завтрак. К этому времени вода полностью покинет ваш желудок и не нарушит ваше пищеварение. Если от момента пробуждения до ухода на работу у вас меньше одного часа, тогда утром на тачак вы можете выпить 200-250 мл воды прохладной, в которой добавлена 1 чайная ложка меда детям или десертная столовая взрослая, а также сок половины лимона или 1 чайная ложка яблочного уксуса или 1 чайная ложка кислого сока вишни, люквы, брусники. Такой энергетический коктейль напоминает коктейль молотого и позволит в большей мере активировать работу желудка и печени, что разбудит вашу пищеварительную систему уже минут через 10-15, после чего появляется здоровый аппетит и в организм легко попадает правильный завтрак. Если у вас чувствительный желудок, присутствует склонность к гастриту либо язвенной болезни, то погасить избыток кислоты в таком коктейле поможет пол чайной ложки обычной пищевой соды. Либо вам больше подойдет употребление на тачак лишь стакана теплой воды с медом. Что делать при аллергии на мед? Его легко заменяет домашнее варенье. Причем такой углеводный старт с утра не противопоказан даже при скомпенсированном сахарном диабете. Теперь вы знаете, когда, сколько и какую воду пить утром на тачак, чтобы получить заряд бодрости на весь день, спокойно жить и активно работать без болезней всю жизнь. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.